Доброе утро всем, у нас 10 часов утра, я встала в 7, у меня сегодня такой день уборки, потому что я обычно убираю выходные дни, но в эти выходные я просто ленивая жопа была, поэтому убираю в понедельник. Да, у меня сегодня еще куча дел, помимо этого всего, нужно это все успеть, и как обычно, прокрастинация у меня на высшем уровне, я буду все откладывать на последний момент, потому что зачем мне делать все тогда, когда можно это сделать, тогда, когда положено. Можно же сделать в последний момент, причем все сразу дела, ах, ненавижу себя за это, и борюсь с этим в себе, но не всегда, короче, это получается. Доброе утро, я уже задолбалась. Короче, я уже все раковины, всю сантехнику перемыла, у меня уже достиралась стирка, нужно вывесить. Вчера сварила компот, уже перелила его в бутылочку, поставлю в холодильник, чтобы милый пришел домой, и вместо чая пил домашний компотик. Ну и теперь гора посуды, конечно же, без этого никуда. Сейчас такую пиль мою, у меня есть мой обед, второй уже по счету, который я должна буду съесть и, скорее всего, выдвигаться. Ну, блин, мне еще надо за бассейн узнать. Короче, тот бассейн, в который мы ходили в прошлый раз, который мы недавно таки нашли, туда нужно только со справкой. А нам зачем делать справку, если мы каждый день не ходим туда, даже через день, мы ходим раз в неделю. Короче, ну, как бы не хочется ходить, справки всякие делать, задолбали. Понимаете, еще, что меня бесит, то, что у них есть свои, как бы, проверяющие, там, санитары, да, или кто это, в общем, врач свой. Но они отправляют тебя по больницам, мне это непонятно. Уже бы, знаете, ставили бы условия, платите нам деньги, как бы, и мы вам дадим справку. Об этом речи просто не было, поэтому мы снова ищем новый бассейн, нашли какой-то на московском проспекте. Вот нужно позвонить туда, узнать, либо мы аж в Придонское поедем. Знаете, не очень хочется добираться два часа домой или тратиться на такси. Короче, это, в общем, наши проблемы, просто я с вами делюсь, что вот летом, допустим, проблематично как-то с бассейнами, тем более сейчас половину закрывают, больше как-то детских открывают, хотя не знаю почему. Делайте уже совместные бассейны, что, как бы, для детей у нас все, да, а для взрослых, как бы, как хотите. Так, мне еще нужно полить все цветы. Вот что значит, когда не делаешь все вовремя. Накапливается все постепенно. И потом галопом по Европам. Так, ну, я уже собралась, не буду краситься сегодня. Ай, потому что, в общем, времени у меня нет. Короче, я сегодня надела такое шлюшечное платье. Оно нравится очень парню, поэтому для него почему бы и не надеть, да, раз ему нравится. И да, по поводу бассейнов, я звонила в те бассейны, которые мы нашли, два варианта, но первый вариант это фитнес-клуб, и там получилось так, что абонемент нужно приобретать, либо, короче, ты платишь тысячу с чем-то за целый день, но там комплекс, наверное, залов каких-то, как бы, просто один бассейн, ну, нельзя. Ну, короче, это дорого и нам не подходит, соответственно. В Придонской позвонила, у них тоже бассейн закрыт до 16 августа. Как бы, у нас 7 числа наш уже открывается, поэтому в Придонской мы 100% уже не поедем, это однозначно. Тот бассейн, в который мы ходили в прошлый раз, придется идти во второй раз, но нам говорили, что если мы придем во второй раз, то нужна будет справка. Но у нас ее нет, и мы надеемся, что нас пропустят. Надеюсь, и ждит. Ну все, последний уколчик. Думала эффектно выкинуть в мусорку фигню, в которой у меня ампулы лежали, но у меня ее забрали. Я думала, не успею по ускоренной программе, там бежала бегом, автобуса долго ждала, как всегда, короче, все. А сейчас пока есть время до бассейна, я хочу зайти в карусель. Мне нужно полотенце обновить, да и так кое-что посмотреть там по делу. Но здесь какой-то поток, блин. Еще неизвестно, попадем мы в бассейн сегодня или нет, потому что в тот бассейн, в который мы ходили во второй раз, сказали нас не пустят, нужно будет уже со справкой, в общем-то, приходить. Но у нас справок нет, как я уже говорила, и, короче, мы не знаем, пустят нас или нет. Вот будем прорываться, пробовать, а вдруг повезет, поэтому у нас сегодня такой день, особенно у меня. А вось повезет сделать укол, успеть, а вось повезет в бассейн попасть, короче, как всегда, блин, веселуха. Вот в такой бассейн мы ходим. Ну, вернее, пришли во второй раз. Господи, я так уселась. Всем все на показ. Я забываюсь иногда. Жду парня, он, как обычно, с работы задерживается. Смотрела сейчас видос Ирен Бладим. Она там рассказывала, как она, она помнила, как с ней произошел несчастный случай, там, не знаю, в года три. Она заболела, да, и ее везли в больницу, как бы она видела врачей, как бы, ну, именно помнит это. Это к тому, что с меня многие ржали, как я могу помнить СССР. Как бы мне на тот момент, в 85-м я родилась, соответственно, распад был, когда, как бы, почему я могла его не помнить? Человек в три года помнит что-то, а я в шесть, в пять, в четыре года не могла ничего помнить. Ну, как бы, знаете, тоже такой вот парадокс, да? Кто-то может помнить, и ему никто ничего не говорит, а кто-то не может помнить. Как так? Не дай бог. Если в следующий кадр вы увидите мое мнение о фильме «Человек-паук», значит, мы попали в кино, а не в бассейн. Потому что у нас стоит выбор, как бы, сходить в кино, либо в бассейн. Если нас сейчас не пускают в бассейн, то мы идем в кино. Если нас пускают в бассейн, то мы не идем в кино, потому что по временем мы там не успеваем на сегодняшний сеанс. В карусели я, кстати, зашла, купила полотенца. Недорогие, там что-то в районе 200 рублей, по-моему, одно полотенце. Мы берем такие небольшие, не банные, которые прям такие упругие, тяжелые, а обычные берем. Поэтому, как бы, они стоят обычно недорого, но всегда пытаются в магазинах завысить на них цену. Вот, допустим, рядом были 500, по-моему, 300 и вот 200. Я вам не рассказала, как мы вчера сходили в бассейн. Мы все-таки попали туда, была другая, администратор. И она такая пожилая была уже, добренькая такая, смешная. Немножко пропустила нас еще и вместо 45 минут разрешила час нам болтаться там. Ну, короче, мы пробыли там, по-моему, 40 минут. Все потому, что... Ну, не только поэтому, просто настроение было испорчено. И мы, короче, слиняли оттуда, в принципе-то и накупались. Поэтому, как бы, не стали уже там целый час находиться. Короче, наверное, моего лица даже не видно было. Мы вот сколько ходим в бассейн, мы купались там, обнимались. Как бы, ничего интимного такого, все в пределах нормы. Мы дурачились очень много раз, в плане брызгались, просто ржали там. И друг друга за ноги таскали, допустим, ну, просто под водой. Кто-то из нас, именно двоих, мой парень, либо я, уплывает в стороны. И мы тягали друг друга. Короче, просто дурачились. И в этом ничего плохого и зазорного нет. Но в этот раз одной бабульке что-то не понравилось. И она решила орать на весь бассейн, чтобы мы угомонились. На меня наорала, сказала, девушка, отойди от молодого человека. Это просто жесть. Вы понимаете, вот она там что-то сама себе накрутила, что-то придумала. А мы, короче, давай, да, отдуваться за это. Мы должны быть виноваты в чём-то. Короче, я ей просто сказала, женщина, занимайтесь каждый своим делом. Так как был заполнен весь бассейн, то, соответственно, все на нас глазели. Все не могли понять, в чём проблема. Ну, как бы, все видели, что мы дурачимся там и ржём. Но ничего зазорного не было, поэтому все были в шоке. Все даже остановились и вот так вот смотрят на бабку, на нас, на бабку, на нас. Короче, она себе там что-то накрутила. Мы, в общем, виноваты оказались. Это, знаете, вот из той оперы, когда одинокий человек просто считает, что никто не имеет права, ну, как бы, я одинок, да, и как бы никто другой не имеет права вообще на личную жизнь, на какие-то отношения, да, и всё такое. Как бы мы не только сейчас вот в бассейне там познакомились, да, с моим парнем. И ничего такого не было, чтобы я там ноги задирала или там ещё что-то делала такое. Как бы всё было в порядке, ну, как бы вещей. Сколько мы ходили в бассейны, нам никто ничего не говорил, никаких замечаний не делали, хотя рядом на других дорожках и дети были. Ну, как бы, сами понимаете, да. В общем, бабушка там разоралась, вышел. Ну, надзиратель там типа тренер, короче, посмотрел. Так, ну, в общем, я успокоилась, поплыла, думаю, в общем, не буду себе нервы трепать. Как бы я бы могла там что-то сказать, но мало того, что, да, ну, как бы пожилой человек, взрослый отдать дань этому. И плюс ко всему, просто потом мой парень подплывает ко мне и говорит, в таком возрасте, как ты, нужно быть мудрее. Я говорю, ничего, как бы, что в её возрасте как раз-таки нужно быть мудрее. Ну, она просто обязана быть мудрее. Ну, как бы, понятно, никому никто ничем не обязан, но сам факт неприятной ситуации, как бы, присутствовал. Поэтому мы ушли раньше, хотя мы хотели там час пробыть, у нас было хорошее настроение, как бы, потому что нас пропустили, всё прошло успешно, всё гладко, всё круто. И вот, как обычно, какая-нибудь, в общем, испортит это всё. Мы, как бы, забили на это, но вот вам хотела рассказать эту ситуацию. Как бы, вот, вот так вот, понимаете, вот взрослый, вроде бы адекватный человек и так себя ведёт. Как бы, если бы я там, понимаете, танцы, порно-танцы устраивала в воде, да, там, я не знаю, ноги задирала, действительно лезла целоваться к нему, ну, как бы, поцелую в щёку, я считаю, это, как бы, ну, извините меня, это, мы не лизались в открытую, там, не пойми кто, даже оправдываться не буду. В общем, вот такая вот ситуация была, мне очень приятная. А сегодня мы, кстати, да, собираемся в кино. Я вот пока до фильма хожу, делаю всякие разные дела, и, надеюсь, я успею их сделать успешно. Ещё хотела пофоткать, поснимать. Сходили на фильм «Человек-паук». Ничего так. Привет, народ. Я оставлю костюм? Конечно. Не мой размер.